Девять антикризисных инструментов Девять антикризисных инструментов Девять антикризисных инструментов Девять антикризисных инструментов Это слово отражает ситуацию на нашем рынке. Вот то, что началось как раз буквально неделю или две назад, двигает нас к тому, чтобы срочно опять начать менять правила игры, менять правила игры внутри компании, менять то, что мы делаем, для того, чтобы можно было выживать. Но какой выход из кризиса всегда, при том, что, ну, понятно, что сейчас наступила очередная острая фаза. На самом деле кризис-то длится последние шесть лет, он практически не прекращался. Где-то чуть-чуть кому-то становилось полегче, кому-то становилось похуже. Кто-то считает, что я много езжу по стране с тренингами, общаюсь с компаниями, общаюсь с бизнесами. Кто-то считает, что легче не становилось, что становится хуже и хуже. Сейчас просто острая стадия. И, конечно, всегда спрашивают, а в чем же, где же выход из кризиса, что же сделать. То есть, ну, вот две тактики антикризисные, как правило, люди исповедуют. На мой взгляд, первая тактика называется «переждем». Да, и многие помнят по 98-му году. По 2008-му году сначала стало резко плохо, потом потихоньку-потихоньку, достаточно, в общем, быстро, по современным меркам, опять экономика выросла, все вернулось на круги своя, компании начали тратить деньги, бизнес оживал. И вот многие считают, и в 2014 году считали, и уже, надеюсь, убедились, что это не так. И сейчас многие, может быть, надеются, что сейчас пересидим, перетерпим, сейчас этот вирус кончится, сейчас фондовый рынок восстановится. Ну, и к концу года, может быть, и нефть подскочит опять там до 50 где-нибудь, и все, опять дальше будем работать, сейчас просто заморозим, законсервируем, но посидим тихо. На мой взгляд, это неправильная тактика. Я убежден, что не переждем, что это просто новый виток, и дальше не факт, что пойдет назад, вверх, пойдет влево, вправо. То есть так и будет. 2014 год показал, что тактика «переждем» не работает, потому что, по большому счету, серьезно-то не восстановилась экономика, потому что проблемы были во многих отраслях, у многих компаний, и, на мой взгляд, единственная правильная тактика антикризиса называется «прорвемся». Прорвемся – это когда мы предпринимаем определенный набор действий, когда мы меняем политику свою, когда мы меняем, в принципе, подходы в бизнесе, и это же нужно делать и сегодня. Самая грустная новость в том, что волшебной таблетки от кризиса нет. Нет одного какого-то инструмента, какого-то механизма, одной правильной линии поведения, которую мы бы начали делать и поняли, что мы выходим из кризиса. К сожалению, не работает так эта схема. На мой взгляд, антиправильная антикризисная стратегия – это мелкая кропотливая работа с деталями в нашем бизнесе, как выкладывание мозаичного панно, потому что я много провожу аудит продаж в разных компаниях, и с кризисом все больше и больше это заказывают. Приезжаешь в компанию проверять, что у них там происходит, они говорят, у нас кризис, давайте, помогите найти решение. Начинаешь копаться в бизнесе, смотреть, что у них происходит, понимаешь, что кризис не снаружи, кризис он внутри. Кризис, который снаружи, он только как катализатор, он усилил все эти процессы. Если раньше то, что бизнес был недостаточно правильно отстроен, то, что продавцы не выполняют определенные регламенты, которые они должны выполнять, и это ведет к тому, что продажи буксуют. Раньше более-менее что-то где-то удавалось прокатывать за счет того, что клиенты легче расставались с деньгами, в кризис клиенты начинают плохо расставаться с деньгами, и, соответственно, вся эта система рушится, и у тех, у кого это было плохо организовано, те страдают первыми. Как сказал Уоррен Баффетт, кризис как отлив, он показал, кто купался без трусов. Купался без трусов, в смысле, не были отлажены достаточно бизнес-процессы, не делали тех вещей, которые должны были делать, не владели техникой продаж, не применяли технику продаж, недостаточно грамотно общались с клиентами и так далее. В этом основная проблема, на мой взгляд. Когда мы говорим о том, что же делать в кризис, я всегда рассказываю мой любимый анекдот. Два мужика пошли в лес, встретили медведя, медведь на них напал, они побежали от него и вот бегут, и один другому говорит, слушай, а как ты думаешь, мы долго сможем бежать быстрее медведя? А второй говорит, а мне не надо бежать быстрее медведя, мне главное бежать быстрее тебя. Вот это как раз про кризис, на мой взгляд, очень хорошо. Мы кризис не обгоним, мы не можем им управлять, но мы можем обогнать конкурентов, мы можем начать делать какие-то вещи лучше, чем конкуренты, а они, если будут продолжать делать то, что они делали, делать неэффективно, медведь, он же кризис, сожрет их первыми. А тогда нам достанутся их клиенты, нам достанется их доля рынка, нам достанутся их деньги, и мы выстоим. Это моя точка зрения. Поэтому главный принцип антикризисной политики, на мой взгляд, антикризисной стратегии, фокусируйтесь на том, что вы можете контролировать. Вы не можете контролировать цены на нефть, вы не можете контролировать доллар, но вы можете контролировать то, что происходит внутри компании, как выстроен процесс продажи в вашей компании, как выстроен процесс коммуникации с клиентом, как выстроена работа с клиентской базой и так далее. Вот это ключевое. Вот с этого мы и должны начать. Ну самое главное, конечно же, без паники, потому что когда начинается паника, проблема не в том, что мы теряем способность принимать какие-то решения, и в этом тоже, безусловно, мы теряем способность принимать какие-то взвешенные решения, когда начинаем паниковать, но эта паника передается нашим сотрудникам. Сотрудники, видя, что руководители в панике, начинают паниковать, сотрудники начинают увольняться, искать другую работу, просто опускают руки, поэтому, конечно же, паника – это самое вредное, что может быть в этой ситуации. Понятно, что легко сказать «успокойтесь», но это как в том анекдоте, жена только что успокоилась, и тут вдруг муж сказал «успокойся». Это вот как раз из этой серии, поэтому это не действует, предложение «успокоиться» ни на кого еще никогда не действовало, но задача как бы вот именно двигаться в этом направлении, потому что, еще раз говорю, что когда начальник нервничает, когда все сотрудники нервничают, все начинают орать друг на друга, нервы на пределе, от этого, конечно, ничего хорошего не будет. Задача – пытаться искать способ решения. Что такое кризис? Когда мы говорим, что нам нужно построить антикризисную стратегию, мы себе должны ответить на вопрос, что такое кризис? Как кризис отражается на работе нашей компании, нашего отдела продаж? Кризис – это меньше сделок, это ниже конверсия, это ниже средний чек, и это дольше цикл сделки. Клиенты больше сомневаются, не так легко расстаются с деньгами, не так легко принимают решения, значит, тянут, откладывают. Кто-то отказывается совсем, поэтому меньше сделок, ниже конверсия, потому что тоже, потому что сделок меньше, и ниже средний чек, потому что клиенты хуже расстаются с деньгами. Значит, вот они точки приложения усилий, которые мы должны себе выбрать. Мы должны понять, как нам в этих точках конкретно изменить ситуацию. Первое и самое главное, если говорить о девяти инструментах, как заявлено в теме моего доклада, первое и самое главное, на мой взгляд, это тайм-менеджмент. Это ключевое, с чего нужно начать в кризис, потому что время работает против нас. Кризис – это всегда, как правило, цейтнот, потому что денег не хватает, времени не хватает, события происходят очень быстро, события порой меняются очень быстро. Ситуация, еще вчера все было хорошо, уже сегодня 80 рублей за доллар, условно говоря, и все, и в сознании у людей все меняется очень быстро. Поэтому первое, что нам нужно сделать – пересмотреть, насколько правильно мы распределяем свое время и пересмотреть приоритеты. Первое, что, конечно, напрашивается всегда в кризис – это увеличить интенсивность работы, потому что если мы ехали на велосипеде по ровной местности, и крутили себе педали, ну, велосипед, предположим, не с кучей скоростей, а вот как в детстве, с одной скоростью, и вдруг дорога пошла в гору, что нам нужно сделать? Усиленно крутить педали для того, чтобы в гору въехать. Если мы будем крутить педали так же, как мы крутили, когда ехали поровнее, мы в гору не въедем. Вот кризис – это значит, что дорога пошла в гору, а значит всем в компании нужно начать усиленно крутить педали. А тот, кто не хочет, тому, может быть, не по пути с нашей компанией, потому что иначе мы все, Если кто-то будет крутить педали усиленно, а кто-то не будет делать ничего, мы не въедем в гору. Поэтому наша задача увеличить интенсивность работы. Если мы хотим выжить, если мы хотим сохранить уровень дохода, а лучше еще ее приумножить, потому что все уже знают, что кризис – это возможности. Фраза достаточно заезженная, но если действительно мы опередим конкурентов, и кризис их сожрет, а они оставят нам свою долю рынка, это и есть та самая возможность. Поэтому увеличить интенсивность. Но если говорить про суть тайм-менеджмента, то основная задача тайм-менеджмента – это не уплотнить максимально свой день, а наоборот разгрузить от ненужных дел и более качественно выполнять самые важные. Это вот в этом суть. Если мы реально серьезно начнем применять техники тайм-менеджмента, то помимо… То есть увеличить интенсивность тоже надо. Но наша задача на самом деле увеличить интенсивность плюс увеличить эффективность. Тогда мы сделаем действительно серьезный рывок. Потому что если мы просто увеличим интенсивность, не обценив эффективность, потому что нужно понять на сегодняшний день, вот эта интенсивность, она дает ли результат. То, что мы делаем, станем делать более интенсивно. Делали бы, условно говоря, 50 звонков в день, всех обязуем, чтобы делали 70. А если у этих 50 была крайне низкая конверсия, то, наверное, одна часть того, чтобы посмотреть, как из этих 50 конверсию повысить, а потом еще и повысить количество звонков. Вот она интенсивность плюс эффективность. Это самое главное, потому что, вот, еще раз говорю, время здесь ключевое. С чего мы начинаем работу со временем? Первое, с замеров того, что происходит. А сколько времени наш продавец именно продает? Вот у него 8-часовой рабочий день, условно говоря. А сколько времени он общается с клиентами? Вот, собственно, продает. А не занимается другой всевозможной работой, которая порой является рутинной, не ведущей непосредственно к продажам, которую, может быть, можно делегировать менее квалифицированному, менее высокооплачиваемому персоналу. Для этого нужно посмотреть, что он делает, сколько он звонит, а сколько он там заполняет, какие-то накладные для бухгалтерии, там какие-то бумажки оформляет для клиентов, сколько времени он балбесничает, это тоже нужно замерять. Следующий важный момент, да, если мы говорим про руководителя отдела продаж, а вы на каких продавцов в первую очередь тратите свое время и силы? Потому что это тоже такая вот тема, продавцы, бывают двоечники, троечники, хорошисты и отличники, например, поделим их на такие четыре группы, естественно, по объемам продаж мы имеем в виду. Ну и на кого, да, то есть на кого начальник отдела продаж, по-вашему, должен тратить больше всего своего времени? Кто быстрее принесет деньги? На кого правильнее расходовать свои усилия? На хороших, совершенно верный ответ, потому что у многих есть представление, что как в школе надо двоечников подтягивать до троечников, троечников до хорошистов, на самом деле нет, хорошисты это те, кто в первую очередь смогут принести деньги, потому что у отличников уже все хорошо, да, вот, а хорошисты, они в шаге, они уже, у них уже много продают, их задача продавать еще больше, им гораздо легче эту черту перейти, нежели двоечникам, которые наверняка, там, ну, своими проблемами не знают продукт, не владеют техникой продаж, ленятся, еще что-то, но они не случайно двоечники, и тянуть их за уши, тратить на них кучу времени, мы не в школе, нет такой задачи, их можно просто выгнать в конце концов, а троечникам сказать, вот вам черта, объем продаж, перейдете эту черту, буду вами плотно заниматься, буду помогать, пока сами-сами, потому что 24 часа в сутках только, а рабочих еще меньше, а у начальника отдела продаж, помимо того, чтобы нянчиться с продавцами, еще огромное количество собственных задач, которые тоже нужно делать, если он неправильно распределяет свои приоритеты, если он возится с двоечниками, в результате его неимоверных усилий, он весь уставший, кучу времени потратил, а они пару маленьких шажочков сделали вперед, получается, что время свое он потратил впустую, поэтому перераспределить время, приоритеты, вот, в отношении продавцов, у начальника отдела продаж, это тоже задача важная, ну и вообще в целом очень эффективный инструмент называется хронометраж рабочего времени, для того, чтобы понять, правильно ли мы что-то делаем, мы должны замерить, чтобы понять, как бы вот, чтобы куда-то прийти, нужно понять, в какой точке мы находимся, мы хотим прийти к эффективному какому-то результату, мы должны понять, в какой точке мы находимся сегодня, для этого нужно замерить, а как мы сегодня тратим время, обязать каждого продавца сделать хронометраж рабочего времени, делается это очень просто, например, каждые 15 минут человек должен записывать, чем занимался в этот 15-минутный отрезок. Понятно, что они будут лукавить, но здесь задача и с ними тоже провести правильную беседу, чтобы они поняли, что им это тоже нужно. Они ведь тоже заинтересованы в повышении эффективности, они ведь тоже хотят продавать больше. И чтобы нам вместе с ними разобраться, как сделать их работу более эффективной, еще до того, как мы пытаемся с ними говорить про интенсивность, мы должны провести такую вещь. И с собой то же самое сделать, если мы руководители. При этом сразу возникает вопрос, сколько же времени это будет отъедать? Немного, это максимум 10 минут в день будет отъедать. Вот 15 минут прошло, поставили себе таймер. Таймер зазвонил, записали, что делаете, что делали в этот 15-минутный промежуток. И потом посмотрите, например, на типичный рабочий день вашего продавца и увидите, да, там 9.00, пришел на работу, пил чай с коллегами, покурил, зашел на минутку в Фейсбук, да, мы видим 35 минут. Позвонили из бухгалтерии, объяснял, почему нет накладной 25 минут. Начал писать коммерческое предложение. Зашел Вася из отдела маркетинга, попросил степлер, поболтали немного. 20 минут. Искал файлы с нужными текстами для коммерческого предложения. 15 минут. Нашел файл, устал, пошел покурить. Ну, в большинстве случаев так и выглядит рабочий день продавца. Он еще даже не звонил клиентам тут ни разу, а уже 11-15. Ну, тут утрированный список. Нет, он напишет, но мы же будем следить, да, то есть задача, чтобы как бы вместе с ними это все, понятно, что он не будет писать, он не будет честным, да, но, тем не менее, наша задача, там, активно их в этом убеждать, контролировать, наблюдать, какую-то картину мы получим, с которой можно работать. И себя записывать, конечно, по себе тоже важно. Есть второй метод, когда мы не записываем 15 минутки, а записываем только при переключении на другой вид деятельности. Да, то есть вот начал что-то делать, записал, когда начал, когда закончил, переходишь к другому виду деятельности, фиксируешь. Можно по такому принципу пойти, но задача померить, посмотреть, и не в течение, ну, там, не на одном дня, хотя бы, там, неделю позаписывать, и потом можно будет уже посмотреть. В принципе, вот если начальник отдела продаж сидит в отделе и видит всех продавцов, он может параллельно вести за каждого продавца хронометраж, а потом сравнить, это будет отдельная тема для разговора с продажником. Следующее, на что нужно прилагать усилие, конечно же, воронка продаж. Это ключевое, да, потому что мы вначале говорили про конверсию, про сделки, про все остальное, и как раз воронка продаж здесь очень важна, потому что с воронкой продаж нужно заниматься, упражняться активно. Первое, с чего начать, выявлять проблемные этапы. Нужно померить все свои кольца на воронке продаж и посмотреть, где резкое сужение идет, наиболее резкое, где у нас сегодня сужение, там самый проблемный этап. Значит, с этим этапом нужно работать, нужно понять, что это за этап, почему там такое сужение, сравнить с какими-то результатами, если, конечно, вы замеряли это раньше, и тогда уже принять решение, что с этим делать. Нужно заниматься этим достаточно плотно. Ну и следующая задача – увеличить максимально кромку воронки, потому что наша задача, если учесть, что мы говорили, что в кризис конверсия падает, мы, конечно, будем работать с конверсией, но раз конверсия падает, нам нужно хотя бы нагнать на верхнюю кромку максимальное количество клиентов, увеличить ли дегенерацию, усилить, увеличить интенсивность холодных звонков, если вы, это как бы основной ключевой инструмент привлечения клиентов для нас. То есть наша задача, вот, когда мы говорим про интенсификацию, увеличить кромку воронки, чтобы заваливалось в эту воронку максимальное количество клиентов, и даже с уменьшенной конверсией, чтобы нам хватало на какой-то период, чтобы протянуть, пока мы не починим всю воронку. Постройте конвейер продаж, это сильно экономит, и как раз способствует интенсификации вот этой вот работы по увеличению кромки воронки. Разделите обязанности продавцов. Понятно, что в кризис, если вы никогда этим не занимались, может быть сложно будет быстро построить конвейер продаж, но, тем не менее, частично разделить какие-то обязанности между продавцами в рамках того, что эти занимаются продажами, новыми продажами, эти занимаются обслуживанием клиентов, а это отдел лидогенерации, где сидят девочки на телефоне и названивают, проходят секретаря, ищут теплых клиентов, которые сбрасывают уже в отдел продаж. Эта схема позволяет действительно интенсификации, то есть она на этапе старта порой нелегка во внедрении, но потом она позволяет очень существенно интенсифицировать работу отдела продаж, потому что, ну, как любой конвейер разделения труда всегда ведет к интенсификации. Каждый человек, когда он начинает, не отвлекаясь на разные задачи, заниматься только одной задачей, он делает эту задачу максимально эффективно. Ну, следующий, если говорить про третий инструмент, конечно, командир должен возглавить атаку, то есть это значит, что директор по продажам должен сам обязательно продавать. Я считаю, что он и в мирное время должен обязательно определенный процент своего времени тратить на продажи, но если уж мы говорим о кризисных временах, директор по продажам должен сам обязательно часть времени тратить на то, чтобы работать с клиентами, чтобы продавать, потому что он должен продавать, приносить деньги в компанию, потому что каждый продавец на счету в кризис, когда мы говорим про интенсификацию, добавился такой квалифицированный, опытный человек, как директор по продажам, он же не зря стал директором по продажам, он наверняка прошел все этапы в своей карьере. Он должен показывать пример продавцам, что как это делать, как менять свои подходы к клиенту, как менять свои формулировки речевые шаблоны в кризис и должен показывать пример, что ребята, не надо, мне тут лепить горбатого, что ничего не продается. Смотрите, все продается. Просто нужно прилагать больше усилий. Показываю, как это делается. Звонить и продавать. Это укрепляет его авторитет и позволяет ему дальше требовать, продолжать требовать продавцов и дисциплину, и исполнение техники продаж и так далее. И это позволяет ему держать руку на пульсе и не слушать отмазки и отговорки, когда продавцы говорят, да клиентам ничего не надо, да сейчас уже такой товар никто не покупает, сейчас кризис, всем ни до чего. Он сам также звонит клиентам, он слышит, что говорят клиенты, он может корректировать, исходя из этого, продажную политику. И следующий важный момент – помогать закрывать трудные сделки продавцам. Это в принципе тоже функция начальника отдела продаж, он должен помогать продавцам закрывать трудные сделки, для этого он должен и сам звонить, в том числе и в том числе звонить клиентам своих менеджеров. Следующий, четвертый инструмент – клиенты. С клиентами нужно пересмотреть, перестроить всю работу. Первое, что нужно сделать, да, опять-таки в рамках разговора про тайм-менеджмент, как я уже сказал, я недаром с этого начал, потому что это самое важное – тратить время только на правильных клиентов. В мирное время, когда мы никуда не торопимся, мы можем себе иногда тратить время на клиентов, которые, может быть, и не клиенты, которые болтуны, с которыми там длинный цикл сделки не потому, что он длинный, а потому что клиент вот тянет там что-то, или клиент, может быть, мы неправильно выбрали клиента, он не наш клиент, мы неправильно привели квалификацию клиента, да, то есть это не совсем там целевая аудитория, или это не совсем ЛПР, с которым менеджер по продажам общается. Сейчас задача как бы жестко отсеивать тех, кто нам не подходит, потому что они жрут время и не дают зарабатывать деньги. Поэтому проводим быстренько ABC, XYZ анализ, если мы до этого еще не делали, сегментируем клиентскую базу по стабильности потребления и по доходности, выбираем ключевые сегменты и строим работу в первую очередь с клиентами, которые в этих ключевых сегментах. Высокий доход, стабильное потребление, средний доход, стабильное потребление, высокий доход, нестабильное потребление. Это наши ключевые золотые клиенты. С ними выстраиваем отношения, утепляем их максимум, пытаемся понять, что им нужно, чтобы они увеличили продажи, не уменьшили продажи, наращивать. И уже по остаточному принципу работаем с остальными, потому что понятно, что всех мы бросить не можем, но правила Парета никто не отменял, 20% клиентов приносят нам 80% дохода. Вот это 20%, ну тут уже, наверное, даже больше, если мы три сегмента возьмем. Это тоже важная часть. Дальше, досконально изучить клиента, вот с помощью, в первую очередь, вот этого анализа, ну и с помощью общения с клиентами, анкетирования клиентов, понять, кто эти люди. Какие у них потребности, какие задачи они решают с помощью нашего продукта, какие еще задачи их мы можем решать. И внедрить квалификацию клиента, чтобы при первичном общении с клиентом, при выборе клиента, при привлечении клиента, продавцы умели проводить вот эту квалификацию, понимать, наш клиент, не наш клиент, стоит тратить время сегодня на него или не стоит, это будет пустая болтовня и сделка, она, скорее всего, не закончится. Очень много потери времени идет именно на том этапе, когда вот этап квалификации клиента продавцы пропускают. Если мы отобрали себе лучших, мы ищем похожих на лучших, мы ищем похожих на тех, кто у нас вот в тех трех золотых наших квадратиках, тогда, привлекая их, мы получим, скорее всего, сразу достаточно денежных клиентов, и это приведет к тому, что продажи будут идти быстрее и лучше. Ну, важный принцип, ищите тех, для кого ваши плюсы ценнее ваших минусов, да, то есть как бы мы понимаем прекрасно, что у каждой компании есть и плюсы, и минусы. Плюсы, например, качественный продукт, а минусы – высокая его цена. То, что в кризис многие считают порой непреодолимым минусом, считают продавцы в первую очередь. На самом деле нет, мы понимаем, что даже в кризис люди не только по цене выбирают продукт. Люди смотрят на соотношение, ну, то есть есть категория клиентов, которые всегда выбирают по цене, но, как правило, мы стараемся все равно с такими клиентами, как правило, не работать или не делать на них ставку. Представьте себя, например, если мы про B2B говорим, представьте себя закупщиком крупной какой-то компании. Вам нужно закупить, не знаю, 15 вагонов форматуры какой-нибудь или чего-то еще. И вот у вас есть поставщик, у которого самая дешевая цена, и про него мало кто что знает, а есть поставщик, у которого цена выше, но у него хорошая репутация, он представляет продукцию надежного производителя, и вы понимаете, что вы ему заплатите, и он точно поставит, потому что у него на рынке репутация такая, что он всегда все делает, никого никогда не обманывает. А стоимость контракта там несколько десятков миллионов рублей. Кого вы выберете? У кого дешевле? Или кто точно поставит? В кризис, когда вы отвечаете за чужие, а может быть даже за свои деньги. Скорее всего, все-таки более надежного поставщика. А значит, ну, далеко не все принимают решения, исходя из цены, значит, мы ищем тех, для кого важнее наша репутация, наше качество, наш сервис, наше там постпродажное обслуживание и так далее. В первую очередь обращаем внимание на этих клиентов, а не на тех, кто торгуется до хрипоты за три копейки. Они, не факт, что в кризис правильно на эту торговлю тратить время. Ну и, конечно, ищем тех, кто меньше всего пострадал от кризиса. Пытаемся в нашей клиентской базе определить сегменты отраслей людей, которые меньше всего пострадали, которых меньше всего коснулось, у которых еще не рухнуло. Идем туда в первую очередь. Опять-таки, это не значит, что не надо работать с другими. Это вопрос распределения приоритетов. На кого в первую очередь тратить свое время, когда времени этого не хватает крайне. Ищем новые каналы привлечения клиентов, потому что если мы там работали только с холодными звонками, про холодные звонки все говорят уже о том, насколько они неэффективны. На мой взгляд, есть еще все равно сегменты, где они эффективны, но опять-таки, да, от этого нужно уходить. Проводите, организовывайте мероприятия, занимайтесь нетворкингом, приходите туда, где клиенты общаются, там живут, что-то делают. То есть заходите к клиентам с других сторон, а не с помощью холодных звонков. Ищите эти каналы, в кризис это особенно актуально. Поймите, где это. Это профессиональные ассоциации какие-то, это какие-то, я не знаю, гольф-клубы, места, где они досуг проводят или наоборот рабочее время. То есть на сегодняшний день вот нетворкинг, мероприятия, какие-то ивенты, контент-маркетинг – это все инструменты привлечения клиентов. Инструменты лидогенерации гораздо более эффективны, чем холодные звонки. Понятно, что вот так быстро этого не сделаешь, но это надо выстраивать, эту систему, и она будет работать. Ну и задача, конечно, посмотреть, кого из клиентов мы можем быстро вернуть. У каждой компании есть ушедшие клиенты, которые отвалились по той или иной причине. При том, что причина иногда может быть вполне себе смешной, то есть клиент просто про вас забыл. Вы его не обидели ничем, вы его никак не подвели. Ну просто так сложилось, он что-то начал работать с другим поставщиком, и в принципе к вам хорошо относятся, просто почему-то у вас не покупают, потому что не приходило ему в голову опять у вас что-то покупать. Это так называемые спящие клиенты, их можно вернуть быстрее всего. Но и те, с кем что-то произошло, не так тоже нужно возвращать. Как эту работу строим? Сегментируем ушедших клиентов, смотрим, кто из них нам наиболее интересен, кто из них лучше всего подпадает под ту матрицу, которую мы рисовали, наш идеальный клиент. Их будем возвращать в первую очередь, они самые прибыльные. Дальше следующий шаг. Рисуем скрипт по возврату, потому что сказать продавцу, иди возвращай клиента, конечно, это хорошо, но ему нужно дать инструмент, нужно разработать скрипт по возврату клиента. Что мы должны сказать, чем мы должны привлечь клиента, чтобы он к нам пришел. Просто так позвонить ему, сказать, давайте вы вернетесь, ну сработает далеко не со всеми. Придумать какой-то бонус за возвращение. Клиенту за то, что он к нам вернется, что мы ему, какую-то акцию, какой-то спецпакет, спецпроект, что-то, ради чего он, в принципе, подумает о том, почему бы к нам вернуться. И придумать бонус за возврат тому менеджеру, который вернет больше всего клиентов, или за каждого возвращенного клиента. То есть мотивацию это тоже включить, потому что, ну, это важно. Вернуть клиента порой бывает гораздо легче, чем привезти нового. Если клиент уже с вами работал, и, в принципе, все было хорошо, ну, возникла какая-то шероховатость, ее можно удалить, если только уж вы совсем там не накосячили по полной программе, тогда будет сложнее. То есть вернуть клиента, ему не надо, в принципе, доказывать, что вы там, по большинству как бы вопросов, по которым там холодному клиенту надо доказывать, что вы не верблюд, клиенту, который у вас уже был, с ним нужно только вырегулировать ту проблему, которая возникла, а заново все не нужно вот это обсуждать, это легче. Ну и пятый инструмент – продукт. Обращаем внимание, что у нас происходит с продуктом. Задача – найти дополнительную ценность продукта, усилить как-то наше предложение, которое мы делаем клиенту, усилить ценностью, опять-таки, в первую очередь. Цена ценности – это то ключевое, вокруг чего мы и бьемся, собственно, в процессе продаж. Посмотреть, что на чашку ценностей мы еще можем положить дополнительную в условиях кризиса, то, что клиенту важно. Идем, опять-таки, к тем клиентам, которые лояльны, которые постоянно, которые нами довольны, и задаем им вопросы. Почему вы с нами? В чем преимущество именно нашего товара, на ваш взгляд? В чем преимущество именно нас, как поставщиков? Получили ли вы то, что ожидали? Соответствуем ли мы вашим ожиданиям? Это все анализируем, и они нам наверняка подскажут многие вещи полезные, которые наша задача будет уже вставить в наше новое коммерческое предложение, в наш новый скрипт общения с новыми клиентами. Дальше. Научиться… То есть найти дополнительную ценность, объяснил, как и научиться ее доносить до клиентов. Вот как раз в наших коммерческих предложениях и в скриптах. Ну что еще? Есть такая поговорка, когда все плачут, надо продавать носовые платки. То есть ищем, какой еще товар, какой еще продукт. Вот в изменившейся экономической ситуации мы можем включить свою ассортиментную линейку. Что нашим клиентам сегодня наиболее актуально и может быть более актуально, чем то, что мы продаем сегодня? Посмотреть, какие еще… Если мы сами не производим, может быть где-то закупать, но что наиболее востребовано? Ну понятно, что там туалетная бумага и гречка, но если мы торгуем станками, вряд ли мы будем закупать туалетную бумагу. Это уж так я утрирую. Но тем не менее, посмотреть, что еще важно для людей. Ну и персонал. Шестой инструмент – персонал. Посмотреть, что мы можем сделать с персоналом. Первое, конечно же, активный набор. Активный набор должен идти и в мирное время. Всегда нашим продавцам кто-то должен дышать в затылок. Если у нас нет достойной конкуренции в отделе продаж, это плохо. Обучать – тоже понятный термин, в смысле понятный тезис. Обучать продавцов нужно всегда. В кризис особенно нужно обучать продавцов, потому что все меняется, меняются техники. У них появляется больше сомнений в тех техниках, которые до этого мы им давали. Мы должны обучать, проводить тренинги, внутренние тренинги, внешние, если есть на это деньги, с тем, чтобы продавцы были, опять-таки, бежали быстрее продавцов-конкурентов. Менее обученные продавцы, хуже продают, более обученные будут продавать лучше, конкуренты получат меньше денег. Система контроля должна быть, конечно, максимально жесткой, потому что наша задача повысить эффективность, а значит мы должны ввести, если этого до сих пор нет, ежедневный отчет менеджеров по продажам. Продавец должен понимать, что каждый день он должен прийти к начальнику и рассказать, что он сегодня сделал. Мы в некоторых своих отделах вводим два раза в день отчет. Он перед тем, как уйти на обед, на минуту хотя бы должен подойти к начальнику и сказать, вот столько-то звонков, столько-то презентаций, жду столько-то денег. То есть он должен понимать, что он и к обеду уже должен в клюве что-то принести, потому что если он не будет этого понимать, он будет думать, ну я к вечеру успею, я до вечера еще напродаю. Если ежедневно нет отчетности, а еженедельно все будет отложено на конец недели, потому что психология такая. Так мы устроены. Поэтому задача вводить максимально жесткий контроль за работой, за расходованием рабочего времени, за тем, что сделано и какой результат. Ну и кризис – это возможность оптимизировать, конечно, штатное расписание, избавиться от бездельников и найти себе более интересных каких-то сотрудников, которые тоже будут оказываться на рынке. Потому что не только плохих людей увольняют, иногда компании разоряются, и много, в общем-то, достаточно хороших продавцов могут оказаться на свободном рынке. Задача – постоянно следить, мониторить эту ситуацию, постоянно вести набор, постоянно вести собеседование и иметь возможность в любой момент избавляться от тех продавцов, которые нас не устраивают, в силу того, что они не хотят крутить педали сильнее, или в силу того, что они не хотят изучать продукт, не хотят овладевать техникой продаж, или зазвездились, например. Это тоже проблема. Ну и конкуренция. Стимулируйте конкуренцию в отделе продаж. Если у вас один отдел продаж, разделите его на две группы, и пусть эти группы конкурируют между собой. Если у вас уже две, придумайте, как создать третью, чтобы была постоянная конкуренция, чтобы они понимали, что за то, что они лучшие, они получают какие-то дополнительные бонусы. Добегут не все, но все согреются, это называется так или иначе. Призовые места получат одна группа какая-то, но все остальные тоже будут прилагать усилия, чтобы быстрее прийти к финишу, а значит больше принесут вам денег. Автоматизируйте, конечно, все задачи, если до сих пор не установлена, или не внедрена, или неправильно настроена CRM-система, это, конечно, вас отбрасывает назад. Внедрение обязательной CRM-системы, я езжу очень много по России, как я уже говорил с тренингами, и почти на каждом тренинге прошу поднять руки тех, у кого стоит CRM-система. 30% это максимум, что я видел в зале, вот у кого установлено. Большинство ведут на листочках, в Excel-чике, еще где-то. Это неправильно, потому что это неэффективно. Задача внедрить CRM-систему, правильно настроить и правильно ей управлять, это важно. Она обязательно должна быть интегрирована с телефонией, интегрирована с сайтом или с лендингом. Обязательно там должна строиться воронка. Все сделки, которые проводятся, все, что делается, только через CRM. Сроки выполнения задач все фиксировать и следить, чтобы они соблюдались. Своевременное заполнение, чтобы не было такого, а потом в конце недели заполнился по всем своим сделкам. Нет, четко позвонил, тут же записал. контролировать длину сделки, чтобы смотреть, какие сделки длиннее, какие короче, почему они длиннее, в чем проблема. Это все очень важные аспекты. Если мы это делаем, мы двигаемся вперед. Если мы что-то из этого не делаем, значит, соответственно, это точка роста для нас, которую мы должны использовать. И восьмой инструмент. Подумать, какие новые рынки мы можем освоить. Мы говорили о том, что это возможности. Где-то у нас не доходили руки, например, до новых рынков, а сейчас у нас нет выхода. Наша задача cashflow поддерживать. Значит, нам нужно кинуться куда-то в другой рынок. Есть такая знаменитая матрица, которую вы тоже наверняка все знаете. У нас есть старые продукты. Мы их продаем старым клиентам, например. Нужно понять, каким новым клиентам мы можем продавать наши старые продукты, а также какие новые продукты, как мы уже говорили, можем ввести и продавать их старым клиентам, которые нас уже знают. И поэтому от нас новые продукты воспримут лучше, чем от каких-то других новых продавцов. И новые клиенты, новые продукты, что в кризис, конечно, достаточно рискованно. вот этот квадрат, но опять-таки изучайте рынок, смотрите, может быть, вы именно найдете возможности там. То есть проанализируйте все свои продукты, проанализируйте, кому вы сегодня продаете их, и какие продукты вы можете продать старым клиентам новые. Ну и так далее по этой матрице. То есть это тоже возможность увеличить доход, увеличить кэшфлоу. Ну и усилить маркетинг, конечно. Все сокращают маркетинг в кризис. Принято резать касты по маркетингу. Я считаю, что маркетинг как раз играет важнейшую роль в ситуации, когда кризис. Увеличиваем известность бренда, значит чаще попадаемся на глаза нашим потенциальным покупателям. То, что говорил передо мной предыдущий спикер, совершенно верно, что на сегодняшний день через маркетинг мы гораздо легче достучимся до клиента, чем через холодные звонки. Люди видят, люди узнают, люди сами себя уговаривают, как он правильно сказал, и приходят и покупают. Поэтому известность бренда, попадаться на глаза, везде мелькать. Репутация бренда то, чем тоже занимается и маркетинг, и пиар. Потому что если у нас плохая репутация, если про нас много гадостей пишут в интернете, если у нас много хейтеров, и мы с этим ничего не делаем, это убивает наши продажи. Потому что это так называемые детракторы, которые уводят у нас клиентов. Люди почитали о нас негативные отзывы и пошли покупать у конкурентов, потому что про нас написано, что мы обманываем, вовремя не поставляем, у нас контрафакт, все ломается и так далее. За этим надо следить, с негативными отзывами работать, репутацией управлять, это тоже маркетинг. Ну и увеличить лидогенерацию, как я уже говорил в начале, это тоже маркетинг для того, чтобы понять, где, откуда еще, где еще мы можем собирать лиды, каким еще образом. Лендинг еще один настроить на какую-нибудь новую компанию, на новый продукт, каким-то образом купить на него трафик, там, таргетинг, еще что-то, это все. Отдел продаж должен в тесной связке работать с отделом маркетинга, и в принципе, и в кризисные времена особенно, чтобы вот эти все темы обсуждать, чтобы находить здесь точки роста, чтобы понимать, что еще мы можем сделать совместно для того, чтобы увеличить, собственно, наши доходы. Ну и антикризисная стратегия, как я уже сказал, там я привел пример с мозаичным панно, здесь ковер ручной работы, неважно, да, то есть еще раз как бы в завершении моего выступления, это кропотливая мелкая работа, рутинная порой работа с деталями в вашем бизнесе. Все, нужно провести внутренний аудит, вот на прошлой этой конференции я выступал как раз с темой внутреннего аудита, нужно провести внутренний аудит всей своей системы продаж, найти все слабые точки, посмотреть, как исполняется техника продаж, проверить все свои скрипты, насколько они актуальны, как исполняется техника продаж, мы же понимаем, что знать технику продаж и применять технику продаж, это большая разница. Продавцы, может быть, знают, если вы их поспрашиваете, они ответят правильно, а вот в реальном разговоре он применяет ее или не применяет, как это проверить, писать, писать все звонки, писать и анализировать все, что он говорит клиенту и разбирать с каждым из них, публично, индивидуально, проверять знания продукта, мы устраиваем прям экзамены у нас, Пишем билеты, приходят продавцы, тянут билеты, отвечают по знанию продукта, потому что если он продукт не знает, продавать он не сможет, он не сможет ни системно продавать никак. И вот всю вот эту систему выстраивать, как обрабатываются входящие звонки, с этим огромное количество проблем, тоже работаем с компаниями, вбухиваются большие деньги в рекламу, идут входящие звонки, а там сидит какой-нибудь секретарь, которого никто не научил, как обрабатывать эти звонки, и половина просто уходит никуда. И даже если сидит не секретарь, а менеджер по продажам, я с этим тоже регулярно сталкиваюсь, когда тренинг проводим, я специально звоню всегда в компанию, чтобы посмотреть все аспекты. Звоню, ну как тайный покупатель, представляюсь клиентом и смотрю, как на меня реагирует. В 60% у меня не захватывает никто контакты никакие, никуда меня никакому действию не стимулирует. Сколько у вас это стоит? Вот столько-то. Ну ладно, я подумаю, ну до свидания. И это вот сплошь и рядом. Вот нужно всю эту цепочку, ну так называемый путь клиента, да, очень модный термин, отследить вот этот customer journey, вот от момента, как клиент задумался о покупке подобного товара, который вы продаете, до момента, вот как он пришел в вашу компанию, совершил сделку, получил продукт. Пройти весь этот путь, посмотреть глазами клиента, насколько легко вас найти, почему, если я задумался о том, чтобы купить именно этот продукт, почему я вас должен сразу, ну о вас сразу подумать, где я вас найду, как я на вас наткнусь и как дальше я буду действовать. И я позвонил в компанию, а мне продадут или мне не продадут, если я, ну потому что иногда вот реально в компаниях люди такое ощущение, что сопротивляются, делают все, чтобы не продавать. Я позвонил в компанию, попросил обсчитать, да, через сколько дней я получу коммерческое предложение, да, то есть должен получить в течение часа-полутора, да, реально там может уйти несколько дней, а может вообще не перезвонит менеджер, это тоже сплошь и рядом. Как правило, руководитель сидит в своем кабинете и думает, ну вот должно быть вот все так, вот так и так, по-правильному, и у меня в принципе так и есть. А когда начинает смотреть вместе с нами на то, что происходит в компании, оказывается, что все совсем по-другому. Вот в кризис, может быть, не имеет смысла тратить деньги на внешний аудит, проведите этот самый внутренний аудит, посмотрите. Вот глазами клиента и своими глазами пройдите весь этот путь, посмотрите, что происходит в вашей компании, тогда, ну, откроются глаза на многие вещи, потому что порой бывает, ну, очень все не так, как вам кажется. А это, собственно, и есть, еще раз говорю, да, наша задача, мы не, ну, кризис мы не обгоним, кризис мы не победим, мы можем победить только другие такие же компании, бегущие вместе с нами от кризиса. И это основная задача антикризисной стратегии. В принципе, это основное, что я хотел рассказать. Тут вот есть некие мои контакты, можно подписаться на меня в социальных сетях, написать мне на электронную почту. На ютюбе у меня есть канал, где много обучающих роликов выложено в открытом доступе. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да, пожалуйста. Я повторю. А потому что рутина… А, да, прошу прощения. Вопрос такой, то, что я рассказал вещи правильно и всем понятны, но их большинство людей не делает. Почему? Большинство организаций не делает, да, почему? Мое мнение такое, что, ну, рутина кого-то засасывает, кому-то лень, кто-то у кого-то руки не доходит. Ну, человек в принципе… То есть, как правило, как это все бывает в любом бизнесе? Когда мы его строим, мы делаем все правильно. Мы все вот прям как по науке, по книжкам выстраиваем, а потом это все начинает потихонечку разрушаться, как вот замок на песке. То есть это просто вот… Где-то не хватает воли руководителя в каких-то местах. Иногда руководитель увлечен другими задачами какими-то, потому что кроме этого другие направления надо поднимать, продуктом заниматься, еще чем-то. И вот, ну, очень мало людей, которые делают от и до и способны делать это ежедневно. Ну, это в принципе… Ну, человеку свойственно при любой возможности, как это, переходить в режим энергосбережения. Ну, вот люди так устроены. У кого-то воли больше, у кого-то меньше. У кого меньше, те идут в хвосте. Еще, пожалуйста, вопросы. Если мы сейчас говорим про кризис сегодняшний, очевидно для меня, что мы сейчас скатываем все вниз. Вопрос. По каким индикаторам мы поймем, что началось… Значит, дублирую вопрос. На сегодняшний день ситуация кризисная такая, что мы скатываемся вниз. По каким индикаторам мы поймем, что начался рост? Ну, есть такие очевидные индикаторы. Это рост нефти. Это рост курса нефти и курса доллара, да, и евро. То есть экономика наша на это очень сильно завязана. И как только это все… Как только рубль падает, так начинается паника и начинается вот то, что начинается. Как только это начнет расти, мы поймем, что что-то хотя бы развернулось. Когда это не просто, ну, то есть будет отскок какой-то временный. Когда мы поймем, что это… Ну, в динамике мы увидим, что это отскок. Это такой маркер, на мой взгляд, самый ключевой. А дальше по клиентам мы поймем, насколько клиенты успокоятся. На прошлой неделе звонить клиентам было вообще невозможно. Все в панике. Вот как-то вот прям… А на этой неделе уже поспокойнее. То есть понятно, что мы еще будем падать, еще ничего не закончилось. Но уже вот первый шок уже начал проходить. А значит, они хотя бы готовы что-то обсуждать. Они, конечно, сейчас будут все равно бюджеты вырезать, командировки отменять, там еще что-то делать. Но вот по отношениям с клиентами. Когда мы общаемся с клиентами, нужно делать эти замеры, анализировать, спрашивать продавцов и смотреть общее настроение. Потому что по большому счету, ну, тоже банальная фраза, кризис в головах. Он действительно в головах у клиентов. Клиент либо боится и жмет деньги, он нам не платит, мы деньги не получаем, не платим следующим, и вот он кризис. Либо он перестал бояться и начал платить так, как платил раньше. И постепенно это приобретает массовый характер. На мой взгляд, вот это. Ну, формальные индикаторы – доллар, евро, нефть. И неформальное – это общее настроение клиентов, ситуация в их бизнесе. Находите ли вы сейчас аналогии с какими-то предыдущими этапами в нашей истории? Я вчера читал, что Герджеллу дядь сказал, что ты читаешь в Великой депрессии, а в нас в общем-то не было. Такого еще не было у нас. Было ли или нет? Дублирую вопрос. Этот кризис, он ассоциируется у меня с какими-то другими кризисами. Нахожу ли я аналогии с другими кризисами, которые были до этого? Ну, я не экономист, я не настолько глубоко погружен в историю кризисов. И Великую депрессию не застал, к счастью. Но как бы вот пока, по всем ощущениям, отчасти напоминает 2014 год, когда были скачки доллара, люди вели себя примерно так же. Но тут еще все усугубляется вот этим вирусом. То есть это вот вирус, вот эта вот вся паника, которая происходит. Ну, вот в этом плане, это мне напоминает 2008 год. Там тоже очень много паники было. Очень много было паники, которой, если бы не было, мы бы прошли легче эту ситуацию. Очень много нагнетается, нагнетают СМИ очень много, потому что их можно понять. У них свой бизнес, они борются за рейтинги. Какая самая рейтинговая тема? Коронавирус. О чем нужно делать передача? Про коронавирус. Какая самая сильная эмоция у людей? Страх. Какую нужно делать передачу? Пугать людей. Тогда будет самый высокий рейтинг. Вот они пугают, пугают отовсюду. Люди боятся и начинаются вот эта вот паника. Сейчас мы деньги отложим, никуда платить не будем, ничего покупать не будем, режем все косты, сидим, законсервировались и сидим. Вот в этом плане мне напоминает 2008 год. То есть как-то в 2014 по-другому немножко все было по моим ощущениям. Ну вот так. Еще вопросы? Если вопросов нет, спасибо вам большое. Надеюсь, было полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.